Я либо какой-то тупой, либо я тупой. Кто бы мог подумать? Это п***. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Привет. М1А2 Абрамс сегодня у нас на рассмотрении. Это новинка патча 1.93. И что сказать про этот Абрамс, который у нас уже четвёртый, я, честно говоря, даже не знаю. Они друг от друга не так сильно отличаются. И в то время как у Америки это уже четвёртый танк, по сути, топового тира, у некоторых наций он всего один, а у некоторых и того не топовый. Короче, американцам повезло вновь. И здесь появился самый сильный танк из тех, которые существуют сейчас. Ну, по крайней мере, конкурентом ему явно можно называть только некоторые танки боевого рейтинга 10.3. Например, Леопард 2А5. Но так как зачастую до этих машин, чтобы добраться, людям надо положить жизнь или деньги, не так уж и много игроков добираются до данных аппаратов. Однако знать про них хотят, конечно же, определённо все, чтобы вообще представлять, качаться им или нет. Многие видят в прокачке в игре именно то, ради чего они в принципе в неё играют. Это, конечно, не совсем верный подход к играм, но, тем не менее, осуждать их за это я, конечно же, не могу. Все мы так всегда делаем. Есть машины, которые вам интересны, а есть те, которые нет. И вот после такого предисловия рассказывать об М1А2 Абрамс, наверное, будет ещё сложнее, поскольку вы уже поняли. Это просто очередной Абрамс, но всё не так-то просто. Этот очередной Абрамс, конечно же, стал лучше, и по каким фронтам нам предстоит разобраться прямо сейчас. Во-первых, этот М1 Абрамс обладает всё тем же орудием, 120-мм, что и его предыдущая версия, пушкой М256. Это всё ещё отличное 120-мм орудие с великолепным уроном по любым вражеским целям. Ну, по крайней мере, хорошим так точно. Единственное, что у него изменилось, это то, что у него два типа кумулятивных боеприпасов, что для нас, на мой взгляд, не сильно критично. Однако есть кумулятив М830А1, который, по сути, чем-то подобен фугасу с радиовзрывателем. Этот кумулятив может хорошо сбивать технику врага в воздухе, например, вертолёты или самолёты. Этот боеприпас, оказываясь рядом с воздушной целью, взрывается и наносит ей повреждения. Если говорить честно, то это уникальный тип боеприпаса, который доступен на текущий момент только для данного танка. Конечно, это не меняет геймплея на М1А2, поскольку всё-таки на этом танке надо бороться с вражеской бронетехникой, а не вертолётами. Но, тем не менее, на мой взгляд, это полезный тип боеприпаса, который в некоторых случаях может действительно помочь. Например, когда в начале боя у вас почему-то нет в команде Адаца, а у врага есть вертолёт по типу К-50. Если он подлетит достаточно близко, а вы будете достаточно внимательны, чтобы его заметить, то вражеский вертолёт сделает Сасай-Кудасай. Ну вот, собственно, и всё, о чём ещё вам можно рассказать про это орудие. В остальном, это всё тот же самый предыдущий Абрамс. Он пробивает, в общем-то, всех практически в любое место, ну а танки боевого рейтинга 10.0 и ниже в любое место. Хорошую ровно носит, великолепная у него баллистика, естественно, у него есть стабилизаторы, великолепная скорость наведения на цель, как по вертикали орудия хорошо наводится, так и по горизонтали башня поворачивается со скоростью 37 градусов в секунду. У него отличные углы вертикальной наводки от минус 10 до 20 градусов и хорошее время перезарядки на АСах, составляющее 6 секунд. В целом, это очень комфортный танк по своим орудийным характеристикам, который с лихвой покрывает все недостатки 105-мм орудия, которые присутствуют на М1, Абрамс или АйПи-М1. С другой стороны, те машины тоже нельзя считать плохими, потому что у них перезарядка несколько быстрее, в общем, кому что, но 120-ка, конечно, поуниверсальней будет. Танк немножко поднабрал жирка по сравнению со своими предыдущими версиями и весят теперь уже не 55-57 тонн, а все 62. Динамику сильно его это не ухудшило, но, тем не менее, просто знайте, танк стал тяжелее. И не просто так он стал тяжелее. Хоть он передвигается так же, как и его предыдущие версии, по сути, 5 этих лишних тонн мало что поменяли в игровых реалиях, конечно же. По бронированию танк стал куда более защищен. И я думаю, стоит разобраться, в чем это выражается. Если мы возьмем предыдущие версии Абрамсов, ну, например, тот же самый М1 Абрамс, и попробуем потыкать его в анализе защищенности вражескими боеприпасами или даже боеприпасами того же Абрамса, то увидим, что подкалиберный, не очень-то вроде бы и мощный боеприпас пробивает его в НЛД с некоторым шансом, не пробивает его в щеки башни, но есть уязвимые зоны, например, около маски орудия. А если мы возьмем вообще танки 7-го ранга и их 120-мм орудия на этих ОБПСах, то, естественно, наш первый Абрамс боевого рейтинга 10.0 будет пробиваться куда угодно и даже в щеки башни. За ним все еще остается неплохая живучесть ввиду высокой защищенности от взрыва боеукладки, выгорания боекомплекта и немаленького внутреннего пространства, что позволяет жить экипажу. Но, тем не менее, брони у этого танка нет. Если мы возьмем наш М1А2 Абрамс, то увидим, что в анализе защищенности, если мы возьмем машину 6-го ранга на его подкалиберном боеприпасе, в общем, ОБПС с пробитием в 350, то защита вроде бы не сильно-то и изменилась. Однако, это продержится ровно до того, как мы возьмем топовый танк на их топовых боеприпасах. И вот здесь уже щеки башни становятся для противника неуязвимы, хотя на предыдущих версиях Абрамса они пробивались. Это бонус какой-никакой. Тем более, если вы будете танковать от башни на приличной дистанции. Попасть в маску орудия можно, но танк убить будет проблематично. А не пробивая в щеки, противник не сможет эффективно уничтожать вам экипаж. Короче говоря, М1А2 Абрамс стал несколько более бронированным. По внутренней компоновке приблизительно все так же, как и было. Это 4 члена экипажа, отдельно находящаяся боеукладка за перегородкой, которая не позволяет танку зачастую взорваться при попадании в БК. Ну и довольно большое количество места, плюс баки, которые опять же защищены катанной гомогенной броней внутри боевого отделения. Все это довольно неплохую живучесть дает данному аппарату. Разумеется, если вы думаете, что вы неубиваемый, нет, это абсолютно не так. С другой стороны, другие вражеские топы зачастую не обладают подобным бронированием на боевом рейтинге 10.3. Ну или у них нет других каких-то характеристик. По сути, М1А2 Абрамс это просто сборник всего лучшего, что только есть сейчас в игре. Это высокая подвижность, хорошая броня, как для топового танка, которая действительно гарантированно не пробивается в кое-каком важном месте. Ну и у танка все отлично с наведением на цель и стрельбой по ней. Есть тепловизор, который позволяет обнаруживать цели в плохую погоду или в ночное время суток. И, по сути, это, наверное, венец Вартандера с точки зрения наземной техники в принципе. Есть, конечно, конкурент, как я и сказал, в виде того же самого Леопарда 2А5, но это уже дело вкусовщины. Оба танка имеют место быть. А вот другие конкуренты, например, в виде того же Челленджера 2, вряд ли могут соответствовать, поскольку у них ниже подвижность или что-то другое у них отстает от М1А2. А главное преимущество нового Абрамса в том, что, блин, теперь их вообще четыре. Можно собрать самый огромный сетап, состоящий из Абрамсов, из вертолетов, из Адаца того же самого, и перекрывать весь спектр вражеской бронетехники. Или техники, которая находится в небе. В то время как у других наций, которые вынуждены объединяться, зачастую есть, дай бог, один топовый танк, и то не способный выполнять все роли разом. Или не делающий это так же хорошо, как тот же самый М1А2. Вот такие вот какие-то мысли по поводу данного аппарата у меня появились. Пишите, что вы думаете по поводу М1А2 в комментариях, а я пойду пилить для вас новый контент. Если вам это видео было интересно, не забудьте также поддержать его, поставив лайк, подписавшись на канал. Ну а мы с вами увидимся в новых видео по другим, возможно, топам и любым другим интересным машинам, которые будут вами востребованы. Конечно же, для этого открытый комментарий, мне действительно важно знать, какие из танков или даже самолетов вам было бы интересно увидеть в видео. Поэтому не примените этим воспользоваться. Также, возможно, вы ожидали какие-то новые форматы, ну или старые, хорошо забытые. Также есть у меня мысль по поводу проведения серии и трансляций. С самого нуля, скорее всего, мы прекращаем. Это просто довожу до сведения. На мой взгляд, идея себя изжила. Однако, есть кое-какие другие мысли, типа того же самого формата вспышки танкосмотра. Если вам такое будет интересно, также дайте об этом знать в комментариях. Благодарю за внимание. И на этот раз точно уже пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok